я знаете как та же проблема садить некуда у меня вот а тут еще взял на фотографии и последняя можно сказать предсмертная фотография Бориса Ботнера я тогда не то что поменять тему я хотел показать как экономно используется каждый квадратный метр вот на этом примере и вот на этом примере так и тогда я сказал себе Валерий Константинович у тебя в 20-м году есть фотографии а это мой долг уже перед покойником это мой долг а покажу-ка я вам все эти фотографии а их немного полтора десятка вот я снимал фильм фильм вы видели так сейчас я не туда попал мне надо мне надо раньше раньше как бы раньше сейчас это быстро 20-й год вот здесь у меня полтора десятка его фотографий сейчас я вам их покажу еще знаете почему вы что думаете после того когда вышел мой фильм ну что такое сотни ну пусть тысячи зрителей ну пусть еще по другим сетям разошлось вы что думаете тут же ко мне закинулись ученые где Ботнер какой Ботнер срочный давай это да немедленно уже не спасли человека от смерти он должен был в Левской больнице такие люди должны лечиться вот это хотя бы хотя бы хотя бы это наследие спасти вот наследие вот оно смотрите почему-то каждый раз опять я поворачиваю опять в набор поверите что это черешня до которой достать может только птица вот возьму покажу может быть вы и не видели этого а почему о нем не вспомнить я сам взял и вспомнил почему где-то в январе погиб сейчас март взял и вспомнил вот уникальный был человек уникальнейший до того обидно что в нашей стране все наоборот этого обидно строитель ГЭС знаете что это я смотрю Борис пошли искать пень от того 15 метров от 15 метров вот он видите я показываю этим самым селочкой по 7 метров вот это основание того самого это та самая которая должна быть жива которая должна быть выкупена у него которая должна быть табличка повесить чтобы никто даже бодро не мог руками трогать прямом смысле выкупить вот брать с нее то что называется генетический материал ни хрена что за страна такая это он мне теперь показывает мой который от меня к нему попал петр религи жал почему я говорю а что такие мелкие он говорит так урожай был такой что невозможно собрать вот и получилась вот эта мелочь это то что когда ты с Украиной привез и с ним поделился вот это мелочь были два раза крупнее вот они мелочи представляете какое наследие я уже не знаю что и как как ну что кричать куда кричать кому не нужно эти сорта сорта образцы в идеале надо моего сына выкупить весь участок оба участка выкупить забор охрану а потом все это переносить в сады и абрикосы и черешни все внученые сады да еще книги у него выкупить еще посмотреть как это он выращивал не просто так по стандартной схеме это все погибнет от меня знаете сколько это абаканский огромных проблем повывозил все это за бесплатно и косточки и черенков где они в научных садах давайте еще посмотрим ну это на тот момент когда я появился вот это так сказать снимки одномоментные в другое время были бы другие плоды другие 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 виды вот это мое неправо это моя обязанность это все показать и ждать ждать лучших времен кстати это тоже прикол кто-то ему болгарский болгарскую грушу колновидную интересно что когда-то будет я конечно скептик что с ней что-то будет похвастаться кто-то мне подарил или привез или прислал болгарскую колонну грушу то чего не может быть никогда вот вот представляете человек который лет 40 или 50 прожил такой тесноте такой тесноте у нас Сибири нет земли он съездил он в Абакан ездил и что ни земли ни это ни нормального тиража сейчас закончим и вот та самая фотография как экономно как рачительно используется каждый метр вся Сибирь все горы в Сибирске могли стать вот такими вот как у него смотрите внимание видели я не знаю что это за сорт я бы назвал сорт Боднера а что что за сорт я не знаю ну вот такие вырожаи когда-нибудь видели ну-ка на лучших садах Ваулин единственный как это ну и то фактически это наш последователь вот ну в каком смысле наш он такой как я такой как Бодр он не стал разбираться будет расти не будет расти вот теперь у него свой сад теперь из таких же абрикосов вот и как он сказал Ваулин ваш Валерий Константинович сеянцы оказались феноменальными вот и значит Сибири ой ладно еще сейчас закончится ну вот это вид сверху вот такой крутежной горы интересно продал сын не продал помните я криком кричал караул спасайте не выкупили пообещали чек это продержал их Бодр сыном не выкупили уже плодоносят если сейчас этой весной не купят все это под топор пойдет они мощные роста у них я уверен что даже после этого вебинара нет косточки у меня спрашивают постоянно у кого еще вот Алексея Бодр он меня пожарил за то что я тогда слухно сказал номер телефона все вот больше я не скажу вот чтобы не получить нагоняй ну а это уже другая история и так мы с вами побывали у Бориса Бодр волшебника это маленькая часть лосана то что мы видели как на 4 и плюс 4 сотках можно было это разместить и Продолжение следует...